Девушки отдыхают Практически родной город Санкт-Петербург И в этой уютной студии беседовать с очаровательной девушкой Спасибо большое, что вы к нам смогли приехать Буквально вчера нам удалось сообщить слушателям Да, вот так, по секрету всему свету Мы написали короткой строкой, что вы у нас сегодня будете И огромное количество вопросов уже насыпалось Поэтому мы сейчас будем, я так буду, в перемешку свои и чужие И я думаю, что по итогам часа мы непременно кому-то что-то подарим За самый оригинальный вопрос Ну, ясно одно, Сергей, что любят вас очень Особенно женщины В общем, огромное количество Слава Богу Да Что женщины, да Органично Пожалуй, начнем мы как раз с вопросов от наших слушателей, поступивших Я напомню, что, друзья, вы можете к нам присоединиться В группе ВКонтакте вики.ком.рспб Прямо на стеночке у нас пост И под ним вы задаете свои вопросы Самый романтичный поступок в вашей жизни, Христофор Бонифатьич интересуется Расскажите, пожалуйста Самый романтичный? Угу Ну, я не знаю, это сложно как бы так вспомнить на стену Это, наверное, были такие поступки И, наверное, это какая-то вот совсем юность уже И первый курс там института И какие-то там сиренады под окнами Мы любили очень Это было, да? Тогда это было, да Я жил в Сибири Мы брали гитары И с гитарами вот по ночам То, что называется, шастали Играли где-то какие-то вот знаменитые хиты тогда советские по тем временам А вот свои песни уже начинали петь И вот такие романтические вещи, конечно, допускали Это оборванные клумбы и какие-то сиренады под окнами Общежития, что-то такое вот в таком ключе А вот сейчас вы по-прежнему романтика в душе? Конечно, у нас, несмотря на прагматичность жизни нашей, российской Ну, приходится себя настраивать Я делаю это с удовольствием на романтическую волну Поскольку без этого бы не сложились бы песни, не сложилось бы творчество То есть это очень важно Потому что, ну, понятно, есть повседневная жизнь, есть работа Есть какие-то заботы бытовые Но нужно от этого отвлекаться Я понимаю, что люди приходят на концерт И концерт, который вот будет в БКЗ Октябрьский 5 марта Это не исключение Люди ждут чего-то светлого, какой-то романтики Какого-то позитива Чтобы окрыленными уйти с этого концерта И мне, как музыканту, хочется вложить в их душу что-то такое доброе, светлое, настоящее И поэтому не исключением будут вот эти новые песни, которые мной написаны И которые я исполню 5 марта в БКЗ И песни, которые уже полюбились, которые звучат на радиостанциях питерских И потому всех жду, как обычно Ну, так условно говоря, для женщин концерт под 8 марта Но, тем не менее, я стою на том, чтобы дарить женщинам подарки как можно чаще В виде концертов, в виде цветов, в виде просто ласковых слов Каких-то, это я к мужчинам обращаюсь На самом деле И вот просто по опыту У меня просто с работой это связано То, что когда ты даришь женщинам какой-то позитив Твоя личная жизнь, она вдруг меняется к лучшему Потому что женщины что-то в ответ тебе говорят какие-то хорошие слова Как-то заряжают И поэтому это очень-очень прекрасно и приятно вот это делать Просто в повседневной жизни нужно это делать чаще Сергей Любавин сегодня у нас в гостях И через неделю у него концерт в БКЗ «Октябрьский» Об этом и о многом другом мы еще обязательно поговорим Присоединяйтесь Если вы только что к нам присоединились То вы сейчас услышите этот чарующий голос Сергея Любавина Певец, поэт и музыкант Сегодня у нас в гостях Через неделю у Сергея Любавина концерт в БКЗ «Октябрьский» Под названием «Оставь последний танец для меня» Ну а сегодня у вас есть возможность пообщаться С нашим гостем по номеру 4381968 Или написать вопрос свой в группе ВКонтакте РСПБ или СМС-кой на 5777 с кодовым словом Росрадио Мы по итогам часа обязательно подарим два билета на концерт И диск с автографом Сергей пришел с диском Да, точно, с диском И вот правильно заметили, что «Оставь последний танец для меня» Что навело на мысль создать программу именно в таком ключе И построить ее именно так Концерт это все-таки концерты коллег, западных коллег Это Луис Мигель, Лара Фабиан Вот я просто смотрю Дэвид Фостер Когда проходят концерты такого уровня, высокого И люди, полные залы, там они совершенно непринужденно себя чувствуют Они встают, они танцуют Они там мужчин и женщин приглашают Нет какого-то скованности, каких-то охранников, висящих на это самое Люди просто отдыхают, приходя на концерт, они понимают, что нужно два часа эти не просидеть Вжавшись в кресло и слушая, ну, кто-то так любит Но можно как-то встать свободно где-то попританцовывать, если песня к этому располагает Почему нет? И вот это меня навело на мысль создать такую прям в сердце вот этого концерта Наверное, мы второе отделение начнем Именно вот такими какими-то зажигательными песнями Под которые люди могут просто встать и немножко подвигаться, расслабиться Ну, кто захочет, естественно И видео, возможно, снимать на концерте Возможно, да И в Инстаграм фотографии выкладывать Да, почему нет? Всегда снимают и выкладывают Чудесно Вот, и поэтому такая возникла идея И я думаю, что все-таки Россия, она движется как-то поступательно Каким-то ценностям общечеловеческим, европейским И вот индустрия развлечений, именно концерты, они идут в ногу со временем И сейчас у нас насколько более стали профессиональные аранжировки делать музыканты Насколько более профессиональная вот эта стала студийная работа И люди, которые приходят на концерты, они тоже совершенно другая публика, нежели конец 90-х, начало 2000-х Когда люди как-то более скованные, они стеснялись Сколько сейчас на автограф-сессию, насколько больше людей стоит в конце мероприятия Зритель стал смелее и он стал ближе к артисту Это очень приятно, потому что мы уже общаемся не как там вот кто-то стоит там на сцене такой недоступный А просто как по-товарищески, по-дружески То есть люди там в гостевую заходят, там спрашивают какие-то вещи Интересуются какими-то моментами там творчества, там личной жизни Вот, и это приятно Так и должно быть, потому что для артиста тоже порой бывает очень важно Что думает публика и в какую сторону, что бы она хотела видеть Либо вот мне, допустим, было это очень важно Либо вот в сторону лирики какой-то уклон вот вновь Либо в сторону вот какого-то более подвижного танцевального какого-то действия направить свое творчество Вот, и поэтому вот на этом разнообразии, на этом единстве с зрителем, с публикой И строятся вообще вот такие программы большие Так что, друзья, обязательно приходите на концерт 5 марта в ВКЗ Октябрьский Сергей Любавин сегодня у нас в гостях И вопросы поступают в группу РРСПБ Кстати, интересно, что, Сергей, вы знаете, вопросы пишут из разных городов Вообще широка география ваших поклонников, ваших гастролей, соответственно, понятно Это точно Да, наверное, нам придется кому-то диск, может быть, если вы выберете именно этот вопрос Будем отправлять по почте В общем, Женя Попова интересуется Тут, наверное, можно, конечно, долго рассуждать, но, может быть, вы коротко ей ответите Наверное, кто-то слушает нас сейчас по интернету с нашего сайта На сегодняшний день добиться признания кому проще, начинающему композитору или певцу При условии, что оба талантливы Это совершенно не важно И, в принципе, такой вопрос, он... Кем лучше стать, учителем или врачом? Ну, на самом деле, все зависит от способностей личного человека, от его каких-то качеств И, конечно же, зависит очень много от той аудитории, от публики, которая вот этот продукт, либо песни композитора, либо голос певца или голос певицы будут слушать То есть, чем это будет наиболее близко людям, понятно, тем быстрее человек достигнет вот каких-то высот в своем деле Но ведь и вы тоже зов в сердце своего слушали Конечно Несмотря на то, что, например, папа у вас был писателем, мама преподавателем английского, да, насколько я знаю Да, да, да Вы журфак окончили, и все-таки вот музыка... Было такое дело, да, закончил журфак Но дело в том, что по неволе так получилось, потому что не было общежития в Гнесинке, на Ордынке, где я учился, у Лобковского Эдуарта Михайловича на курсе И мне пришлось параллельно поступить в институт журналистики, закончить это отделение замечательное Там было свободное посещение, что не мешало мне заниматься музыкой и параллельно делать вот это свое дело Поэтому, ну, тут пути Господни неисповедимы, то, что касается Самое главное, отвечая на вопрос очаровательной девушки, надо верить в себя и все-таки стремиться, стучаться, и тебе откроют Так что, Женя, желаем вам удачи вместе с Сергеем Любавиным Друзья, присоединяйтесь и РСПБ в группе ВКонтакте Вопросы, мы скоро вернемся Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях Сергей Любавин, певец, композитор, любимица, женщина Ну, потому что не могу я так не сказать Огромное количество вопросов именно от дам И, вы знаете, Сергей, просто очень много душевных, теплых слов вам приходит И большие поклонницы мы вашего творчества пишут Вот, например, Юлия Модлина написала, мы с мамой вас очень любим Душевное творчество пишет Таня Рахманова Мы хотим пожелать успехов и сил И, в общем, ждем вас в Колпино И радушный прием обещаем В общем, таких сообщений огромное количество Да, у нас 3 марта еще и в Колпино То есть такое, ну, мы любим очень этот город И там организаторы очень хорошие И публика, что немаловажно, вот именно наша И поэтому мы всегда, или обычно после, там, БКЗ, или перед БКЗ Вот делаем концерт именно в Колпино Вот, поэтому тоже Ну, тут и рядышком, хорошо Тут и рядышком, но Основное, как бы, все-таки, что мы собрались сегодня Это 5 марта, это БКЗ Октябрьский Такой всегда либо отчетный концерт, я его называю Либо концерт, с которого мы, скорее всего, в этом году начинаем именно программу То есть всегда в Питере на питерскую публику показывают те песни Те какие-то задумки, как в течение года, которые возникали творческие И смотрю, как вот по реакции публики именно питерской И потом уже другие города, потом Сибирь, Дальний Восток, Поволжье, Урал Уже всегда Питер является катализатором Если все хорошо прошло в Питере, можно не волноваться уже за регионы Можно спокойно ехать Не знаю, может быть, потому что взыскательная такая публика Они понимают, как бы, вот эту эстрадную настоящую музыку И поэтому, конечно же, здесь для нас такой, ну, отчетный концерт По-настоящему, в хорошем смысле этого слова У нас есть новый вопрос, РРСПБ, группа ВКонтакте Татьяна Филипова пишет Сергей Петрович, дорогой, уважаемый, здравствуйте Ваши песни радуют сердце и отогревают душу Скажите, присутствие грусти и тоски в песнях Оно больше вдохновляет на написание песен, нежели радость и счастье Вот что вы, где вдохновение вы черпаете? Ну, вопрос в том, что, скорее всего, тоската, наверное, нет все-таки Но легкая грусть такая То, что, как поэт сказал, такая российская Вот, это, наоборот, вдохновляет И именно в нашем понимании Вот в понимании российского музыканта, артиста Она и должна присутствовать Потому что это и есть какое-то свойство, может быть, нашего характера Русская душа, все в этом Но подчеркиваю, да, подчеркиваю, опять же Это как вот у Есенина Она должна быть просто светлой Это грусть, чтобы, ну, все равно Даже грусть, она должна быть в удовольствии Вот, и поэтому Не надо тосковать совершенно И более скажу, что Это не присуще характеру Вот российскому Какое-то вот упадничество какое-то совершенно А легкая грусть, она должна быть Она должна сподвигнуть там На написание новых песен На создание каких-то работ серьезных Поэтому она, она есть, она должна быть Вопрос от Кэт Сомовой А когда вы были маленькими Вы мечтали быть певцом и создавать душевные песни? Ого! Ну, что? А вы кем мечтали быть? Да таки, ну, не певцом точно Вот, и, конечно, в детстве Я думаю, редко кто задается таким вопросом Вот я с детства решил стать космонавтом И человек вырос и стал космонавтом Это, мне кажется, очень редко бывает А все-таки приоритеты в детстве Там, ну, смотришь на маму, на папу И хочется в чем-то подражать На старшего брата И поэтому, конечно же А у вас музыканты были в семье? Старший брат Он закончил музыкальную школу Музыкальное училище И у него был свой ансамбль, своя группа Сначала в школе, потом в институте И я, собственно, вырос на этих репетициях В общем-то, впитал в себя вот то, что, конечно, он мне дал В плане музыки Ну и мама у меня хорошо очень поет Она до сих пор с удовольствием это делает И, наверное, что-то вот передалось А так в детстве нет, конечно же, не мечтал Уже у меня понимание, что Как люди становятся певцами Пришло в более зрелом возрасте И я начал понимать, что уже после Далеко мне за 20 было Что, оказывается, есть такая профессия Певец Я думал, люди просто Как у вас сейчас в карауке В удовольствие В карауке ходят у вас В Санкт-Петербурге После работы приезжают И в удовольствие с друзьями Там за чашкой чая распивают У нас такой вид отдыха Да, да, да Очень популярен Это прекрасно И вот я раньше так думал Что певцы-то тоже Просто люди талантливые Они где-то работают А потом раз, споют для народа Ну и всем приятно Вот И потом я выяснил, что это можно Превратить в профессию Заниматься этим вообще профессионально Делать профессиональные записи на студии Вот И так все началось потихонечку Вот И сложилось Так вот Дошли мы до БКЗ Октябрьский У Лены Ильиной вопрос Про какой-нибудь Бешабашный поступок Который, может быть, вы совершали когда-нибудь И, может быть, он еще и изменил Что-то в вашей жизни Ну вот и есть, наверное Отвечая на вопрос Лена Это и есть, наверное, бесшабашный поступок Потому что Никто у меня Ни в семье Ни родственники Они не были связаны Именно профессионально Вот то, что называется С музыкой Потом это стало называться Шоу-бизнес Вот И поэтому Один из бесшабашных поступков Это то, что я уехал Из Новосибирска Из Сибири И с какой-то Такой мыслью Что я вот Хочу стать певцом Петь, а почему нет Вот И И меня друзья там Отговаривали Говорят Сергей, да куда ты поехал вообще Что там Москва-то никого не ждет Вообще И Зубастая И никто никого не ждет В этой жизни И давай Давай сам Потихонечку Вот песни, альбомы И так вот пошло-пошло Вот, наверное Один из бесшабашных поступков Ну, наверное Вся жизнь Человека любого И мужчина, и женщина В хорошем смысле Держатся На таких Бесшабашных По-хорошему Бесшабашных поступках Что связано С личной жизнью Что связано С каким-то творчеством И профессией Когда вдруг человек Почему-то вот У него Выплескивается Вот что-то такое И он себе Говорит Нет А я вот Махну рукой И вот сделаю так Потому что я этого хочу Я Это снилось мне Когда-то Я хочу это И делает это И вдруг На поверку Потом происходит Что это единственное Что нужно было Сделать в жизни Потом проходят годы И уже остальное Все Вот это Рациональное Разумное Оно отходит На второй план А ты понимаешь Что вот это вот Бесшабашный На тот момент Поступок Он и был Самым умным И самым В общем-то Окрыляющим Вот Поступайте Бесшабашно В хорошем смысле Мужчины Любите женщин И я аплодирую Сергей Любавин Сегодня у нас в гостях Присоединяйтесь 4381968 Номер телефона По которому можно дозвониться И пообщаться с нашим гостем Вопросы принимаются В группе ВКонтакте РРСПБ И напомню По итогам этого часа Мы подарим Два билета На концерт Сергея Любавина 5 марта В БКЗ Октябрьский И диск С автографом Корпорация PMI Представляет Сергей Любавин С новой программой Оставь последний танец Для меня Это женщина Которую Люблю я Очень Сергей Любавин Его разнообразный репертуар Заметен среди сотен звезд Мой дорогой цветок Проникновенные тексты И завораживающий голос 5 марта В БКЗ Октябрьский Бета на сайте Кассир.ру И по телефону 703-4040 Категория 6 Плюс Конечно весь этот час У нас здесь Практически Да Своя ода Любви была Романтика Певец Поэт Поэт Сергей Любавин Сегодня Был у нас в гостях Вот сейчас У нас еще есть Буквально 5 минут На то чтобы Подвести итоги Нашего такого Небольшого конкурса Мы сегодня готовы Подарить два билета На концерт Сергея Напомню что он состоится В БКЗ Октябрьский Уже через неделю 5 марта Ну и диск Кстати вот Сергей уже определился Уже подписал даже Ну в общем Обо всем этом И еще несколько вопросов Мы обязательно успеем Сергей вот в группе В нашей Еще интересуются Если бы вам предложили Например Сняться в сериале Вы бы согласились Актерский талант Если честно То вряд ли Потому что Я понимаю Что Вот пройти какой-то путь И стать актером Настоящим Это точно Ну вот Сравни нашей профессии То есть человек Начинает с чего-то малого Где-то Играет там Одну реплику В спектакле Или в кинофильме Вот И потом он Совершенствуется Он растет Духовно Внутренне И приходит к тому Что он становится Наконец Актером Просто актером А возможно Если Бог ему дает талант Он становится Там Крупным актером Великим актером Вот И к этому Я вот так отношусь Ну это же не просто Ну Нельзя так относиться Вообще к профессии А вот Предложили там Сыграть где-то А почему бы не сыграть Ну вот Предложили там Операцию тебе сделать Пойди сделай Да-да-да Или там это Ну так Это нельзя И вот Меня вот Очень там Убивают Эти вот Все наши Сегодняшние Собирают там Людей молодых И делают из них Звезд там За два месяца За три Ну нельзя же Хорошего учителя Сделать за три месяца Или хорошего хирурга За три месяца А почему-то считается Что А здесь что А пойди-ка спой Вот И поэтому Конечно нет Я откажусь От съемок Потому что я Во-первых Не чувствую Такой потребности И никогда У меня не было Кинематографа Я по ту сторону Экрана У меня публика Что они Должны Выражаться Обязаны Именно в песне Вот удалась песня Вот это твой Очередной Звездный момент Но ты его обязан Именно выйти на сцену И спеть эту песню И выразиться в этом А не в быту совершенно Когда ты там капризничаешь И там что-то делаешь Такое непонятное Якобы звездное Вот поэтому Ну не расслабляйтесь Ни в коем случае Ну и смс портале спрашивает А ваши песни кому-то посвящены? В основном Это все-таки Собирательный образ И то что касается Ну много женщин Всегда спрашивает В городах Вот А что-то кому А что Вообще это тайна Вот И Да Частично она может Приоткрываться И приоткроется На таких концертах Знаковых Будут новые песни Новые откровения 5 марта Я всех Жителей Санкт-Петербурга Всех женщин Приглашаю на свой концерт На свой сольный концерт Приходите Будет много сюрпризов Много интересного Обо всем Мы не успели Естественно поговорить Но и не нужно Наверное Приоткрывать Всю Весь занавес И показывать Да пусть это останется тайной А 5 марта Уже зажжем По-настоящему Ну и Сергей Я думаю У нас остается буквально Тут крошечные секунды Для того чтобы подвести итоги Нашего такого небольшого конкурса Я открою секрет Это уже имя на диске У Сергея красуется Это Лена Ильина Мы ей сегодня дарим диск За вопрос О самом бесшабашном поступке Который что-то изменил В жизни Сергея Потому что Такой разворот интересный Получился в диалоге И на контрасте Два билета дарим Мужчине Который Задал вопрос О самом романтическом поступке Да мы обязательно свяжемся С авторами этих вопросов Поздравляем от души И Сергей спасибо большое Что вы к нам сегодня пришли Увидимся на концерте Спасибо огромное До встречи на концерте Всех жду Всегда ваш Сергей Любавин